Этот ЖК ввели в эксплуатацию ещё в 2012 году. Тогда, говорят жильцы, торгово-офисных помещений близ многоэтажного дома не было. Но спустя годы они стали появляться один за другим. Их сейчас 26. Это кафе, магазины и офисы. При этом якобы разрешения у жильцов на строительство никто не спрашивал. И документы не предоставлял. Теперь же владельцы квартир вынуждены общедомовые расходы брать на себя. А это бьёт по их карману. Со стороны офисного помещения, которое сдаётся под общий ПИД кафе, было затоплено помещение общедомового имущества. Дело в том, что все фекалии и продукты жизнедеятельности данного кафе, скажем так, простым языком, вылезли наружу у нас, у жильцов в общедомовом имуществе. От этого стоял сильный зловонный запах. Окна квартир, расположенных на первых и вторых этажах, упираются прямо в стены торгово-офисных помещений. По словам собственников, когда квартиры приобретались, встроенных зданий не было. Теперь же им приходится восхищаться вот таким вот видом из окна. По словам жильцов, из-за пристроек прямо под окнами собираются снежные массы. В результате весной всё тает и подтапливает весь дом. А недавно полы покрылись льдом и начались перебои с теплоснабжением. На данные торгово-офисные помещения разрешения на строительство нет. Земля данным торгово-офисным помещениям не принадлежит. Акта ввода в эксплуатацию они не получили. Кто является правообладателем данных коммерческих помещений, в большей части мы не знаем. Из отсутствия документов проверить законы с деятельностью общепита, экологическая полиция и санитарная служба не могут, жалуются жильцы. В столичном Акимате об этой коммунальной проблеме знают. По данным местных властей, всё дело в первом застройщике, который не довёл строительство до логического ума и был осуждён. На сегодняшний день из числа дольщиков в собственном коммерческом помещении, их 26 человек, создано отдельное ЖСК ТОПШАК АДИЛЕТ, которое на сегодняшний день на основании той имеющей документации, которая была у первоначального застройщика, это то есть проект и государственная экспертиза, где по факту имеются эти коммерческие помещения, на сегодняшний день проводится работа по его регистрации в органах юстиции. Жителям многоэтажки призвали набраться терпения. Совсем скоро все документы по воду в эксплуатацию коммерческих помещений у водительцев будут. Тогда с них потребуют плату по общедомовым расходам. А вот кто будет возмещать нанесённый ущерб водительцам дома – большой вопрос. Мира Альжанова, Дания Ромар, Рина Тутеев, телеканал Алматы, Нурсултан.